Добрый день, уважаемые кузнечане! Очередная наша традиционная встреча по поводу коронавируса и прочих вопросов, которые в течение недели происходят в нашем городе. Что касается коронавируса, я с большим удовольствием должен сказать, что на данный момент в городе Кузнецке болеющих коронавирусом нет. Всего в городе переболело этой болезнью, 131 человек переболел, обследовано более 10,5 тысяч. Пневмония продолжается, но со значительным снижением количества заболевших по дню. В целом обстановка как бы зримо улучшилась. Это, наверное, стоит отнести заслугу и городу в целом, и медикам, и властям. Может быть, мы просто покрепше оказались других, но во всяком случае у меня так бы от сердца отлегло, что первый бой с этой пандемией мы, похоже, все-таки выиграли без больших каких-то издержек и потрясений. Вместе с тем опасность как бы сохраняется в каком смысле? В каком смысле? Во-первых, наша больница продолжает работать по ковиду. К нам везут заболевшего из других районов. Не во всех территориях Пенинской области пока ситуация стабилизировалась. Где-то идут всплески очень сильные. Буквально на днях там в Заречном за день 30 человек сразу. Поэтому рецидивы возможны. Но при осмотрительном, внимательном отношении граждан к своему здоровью, к соблюдению мер гигиены, при эффективной работе медицинских организаций, я думаю, что уже в ближайшее время, если не будет какого-то второго пришествия заболевания, мы в ближайшее время можем себе немножко дать паузу. Это хорошо. Меня это радует, думаю, и всем остальным. Это тоже приятно слышать. Хотя еще раз попрошу не расслабляться. Он еще по области гуляет и, возможно, к нам заглянет. По социальным мероприятиям, по новым решениям президента о выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 0 до 16 лет пенсионным фондом все расчеты произведены. И в июле эти выплаты будут произведены так же. Никаких заявлений, никаких обращений, никуда, никому делать не надо. Выплаты будут произведены автоматически. Вот по выплатам от 3 до 7 лет ситуация пока еще развивается. Там сложный все-таки такой механизм взаимодействия. Межведомственного много нюансов. И поэтому на данный момент мы выплатили порядка 400, уже с лишним, выплат произвели. Еще тысяча с лишним в очереди. Но я прошу людей успокоиться. Все эти выплаты будут сделаны. Как только все будут проходить ваши документы к выплате, деньги будут к вам перечисляться. Эта работа будет сделана. По недавним инициативам президента, связанного с безработицей, по линии центра занятости населения. Я имею 4,5 тысячи рублей. Потом по дополнительным выплатам на детей, у кого родители зарегистрированы как безработные. Эти вопросы все прояснены. Расчеты сделаны. И тоже с начала июля деньги начнут выплачиваться гражданам. Еще раз, чтобы закончить этот блок вопросов, обращаю внимание всех, что с 1 июля в Пензенской области в работу входит режим самозанятых. Мы занимаемся информированием, налоговая инспекция. Смотрите на сайтах, ориентируйтесь. И кто индивидуальной работой занимается, присмотритесь хорошенько. Это, еще раз повторяю, легальность и прозрачность перед государством, что позволит пользоваться вам в полном объеме всеми социальными мерами поддержки, какие есть в государстве. Много вопросов задается по выпускному для 11-классников. Я что хочу сказать? Завтра будет проводиться в так называемой масштабах страны онлайн выпускной. Но думаю, и даже могу сказать так, уверен, что в конце июля мы все-таки организуем, где-то вот когда будут завершаться ЕГЭ, организуем нормальный общегородской выпускной, так как у нас традиционно он проводился, и традицию постараемся не нарушать. Будем держать вас в курсе. Я понимаю, что это важно и выпускникам, и родителям, и педагогическим коллективам. Думаю, что мы все так и сделаем на Центральной площади. Значит, по предстоящей неделе, она у нас своеобразная неделя, первое июля у нас выходной, это основной день, официальный день голосования по поправкам Конституции Российской Федерации. Само голосование идет со вчерашнего дня. Я обращаю внимание на необходимость гражданам все-таки высказать свою гражданскую позицию. Это голосование не из разряда, что все за нас решили. Есть борьба мнений, кто-то за, кто-то против. Поэтому каждый голос важен. Я только хочу обратить внимание, что, например, на американском посольстве в знак несогласия с поправками Конституции американском посольстве в Москве вывешен флаг сексуальных меньшинств. Понимаете, раз что-то им не нравится, значит, мы все правильно делаем. И надо понимать, что туда, куда приходит интерес этих ребят, значит, флаги вот такие. В Киеве на Родине Матери, у них над Днепром красивый монумент стоит, Родина Мать. Ну, вот там вот теперь такой флаг висит. Нам, наверное, не безразлично, под какими флагами мы тут будем ходить. Нам вот такие флаги предлагают. Это у нас есть свое знамя победы, есть наш национальный флаг, бело-синий-красный. Давайте определимся. Вот. И надо найти пять минут за эту неделю, сходить на избирательный участок, либо пригласить участковую избирательную комиссию к себе, высказать свою гражданскую позицию. Я нашел в проекте изменения Конституции гарантии национального суверенитета, гарантии развития страны и нашего общества, мощные социальные гарантии, гарантии сохранения традиционных общественных и семейных ценностей. Присмотритесь к проекту Конституции и еще раз вас призываю проявить свою гражданскую позицию. Я желаю вам хороших выходных, желаю хорошего настроения и, конечно же, здоровья. Продолжение следует...